Всем привет! Это Эрик. Сегодня я буду показывать, как рисую очередную картинку. Вот. Сегодня будет какой-то розовый чувак. Да, никакой смысловой нагрузки в этих картинках нет. Вот. Просто что-то, что мне хотелось сделать. Вот. Начинается сочетание розового и красного. Вот. И мне как-то хотелось это в работе использовать. Такую цветовую гамму. Да. И эта работа стала местом, где я ее использовал. Вот. Досказывать мне особо на самом деле нечего по поводу этой работы. Вот. Единственное, что с прошлой работы у меня была не то чтобы цель, но такое пожелание, чтобы мои работы стали выглядеть более аккуратно, с более плавными переходами. Вот. Этого не случилось, но я и не прикладывал никаких усилий для того, чтобы это случилось, собственно. Вот. Вообще, я, конечно, прекрасно понимаю, как это можно сделать. Ну, это просто слишком запарно. И на самом деле не имеет уж огромного смысла. Вот. Ну, в этот раз, по крайней мере, я уже меньше боялся прям густо намешивать гуашь. Вот. И прогресс есть. Может быть. Постепенно. Не может быть, а рано или поздно я приду. К более аккуратному рисованию. Вот. Не знаю, конечно, как консистенция гуаши связана с аккуратностью, но ладно. Whatever. Просто для того, чтобы при помощи гуаши рисовать с плавными переходами, нужно рисовать как бы от куска. И намешивать много переходных оттенков. Вот. Это слишком запарно и бессмысленно. Правда. От того, что моя... В моей работе гуашь не плавно перетекает друг в друга. Из того, что она не выглядит настолько элистично, сколько могла бы быть с более плавными переходами. Это не делает ее плохой. Это просто... делает мазки более очевидными. Вот. Но я не пытаюсь скрыть, что это рисунок, а не фотография. Поэтому... Поэтому... Есть ли смысл... сидеть и мышься над этой татушевочкой? Я думаю, нет. Вот. В принципе, опять же, я доволен этой работой. Более-менее. Потому что в целом это... Передает вроде как то, что я хотел. Но какого-то особого удовлетворения от нее нет. Она просто... Просто вроде прикольная картинка. Вот. Еще я немного жалею... Об одном элементе, который я добавил в самом конце. А вот этих вот... В этом типа орнаменте на фоне, который я добавил. При помощи интерферентных красок. Вот. То есть по краям листа вы можете видеть, типа, ромбы. Вот. И между ромбами и чуваком должно было, по идее, просто оставаться вот это темное пространство. Но я просто решил добавить вот этих вот... Каких-то полосочек. Зачем-то. Вот. Не знаю. Меня они как-то немного раздражают. Вот. Ну, в принципе, клевать. Вот. Единственное, я решил в качестве типа акцента сделать... Типа бирюзованные глаза. Вот. Это как-то немножко разбавляет розовость. И как-то делает это лучше. Возможно, нужно было еще где-то добавить бирюзовых акцентов, чтобы... Чтобы бирюзов был где-то еще, кроме глаз. Может быть и... А может и нет. Может и так все нормально. Не знаю. Но в целом выглядит неплохо, да. Вот. Рассказать мне, наверное, больше нечего. Вот в самом углу кадра вы можете видеть, что я положил перед собой дуга скетчбука, в одном из которых нарисован самый первый набросочный эскиз, где я просто определял, что у меня будет на картинке, все такое. А вот справа там видно, что есть маленький эскиз цветной, уже гуаши выполненный. Вот. И он тоже был одним из моих референсов. Сейчас я периодически в телефон тыкался, чтобы найти какие-нибудь картинки, которые мне нужны. Вот. Это референсы по свету. В основном по свету. По прическе я референсы искал. Вот. И по соседству с тем маленьким эскизом этой работы вы можете видеть еще один эскиз. И это будет моя следующая работа. Которую я, наверное, тоже запишу. Я не знаю, будет ли она на ютубе. Возможно будет. Возможно и нет. Поживем, увидим. Ну, в общем, да. Ну, это все. Мне больше нечего рассказать, я думаю. Спасибо за внимание. Был раз в лечи. Увидимся еще в других видосах. Надеюсь. Пока. Счастья, здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»